Девушки отдыхают Более 2 миллионов тысяч квадратных километров составляет территория Казахстана. Это среди стран мира девятое место по площади и несколько природных зон. Это уникальные географические особенности, обширная территория, отсутствие выхода в мировой океан, большая разбросанность населенных пунктов. В стране проживает около 17 миллионов человек, чрезвычайно низкая плотность населения, почти половина которого, 47%, живет в сельской местности. Все это делает экономику Казахстана одной из наиболее грузоемких в мире. Именно поэтому развитие регионов имеет для республики первостепенную важность. Региональный аспект всегда имел принципиальное значение для Казахстана. Еще в 1996 году была принята концепция региональной политики страны. За годы независимости реализованы государственные программы развития сельских территорий на 2004-2010 годы и программы развития малых городов на 2004-2006 годы. В 2006 году в республике была принята стратегия территориального развития до 2015 года. Она стала первым программным документом, который определял долгосрочное видение этого направления. Ключевые задачи, установленные данной стратегией, актуальны и сегодня. Однако потребовали определенных корректив в рамках новых реалий посткризисного развития. Их итогом стал новый документ – прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Она, по сути, является доктриной новой региональной политики Казахстана. «Мы не сможем добиться форсированной диверсификации без реформы регионального развития, поэтому нам необходимо начать формирование центров экономического роста». Нурсултан Назарбаев. Послание президента народу Казахстана. 2010 год. Эта цитата президента легла в основу новой региональной политики Казахстана. Для ее реализации необходимы были действенные инструменты, в том числе и финансовые, так как в бюджетную практику страны был внедрен специальный финансовый инструмент – программа развития регионов. «Правительству совместно с Акимами надо разработать и утвердить программу по развитию регионов». Нурсултан Назарбаев. Послание президента народу Казахстана. 2011 год. Программа развития регионов – важнейший инструмент реализации новой региональной политики Казахстана. Она была принята правительством во исполнении послания президента республики «Построим будущее вместе» и прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Ее цель – решение социально-экономических проблем регионов на перспективу и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Новая система госпланирования в июле текущего года, указом президента, была принята прогнозная схема территориально-пространственного развития. В принципе, данная программа является, скажем так, новой региональной программой для нашей страны. В рамках этого, в целях реализации данной прогнозной схемы, была разработана программа развития регионов, которая непосредственно подкреплена соответствующим фондированием. И я думаю, что, скажем, грамотная имплементация данной программы, в принципе, позволит нам достичь тех планов и целей, которые перед нами стоят. Реализация программы пройдет в два этапа. Первый этап – пилотный. В течение 2011-2012 годов планируется провести детальный анализ развития регионов и выработку механизмов конкретных действий. Второй этап – 2013-2020 годы. Полномасштабная реализация программы. Привлечение инвесторов. Формирование центров экономического роста. Развитие малого предпринимательства. Создание продовольственных поясов. Внедрение энергосберегающих технологий. Все это – первоочередные задачи программы «Развитие регионов». Программа «Развитие регионов» принята в текущем году, в июле месяце, во исполнение послания главы государства. Значит, целью данной программы является системное решение имеющихся социально-экономических проблем регионов. Поддержка инициатив местных исполнительных органов. Поддержка на центральном уровне. Значит, первой задачей данной программы является проблем регионов, их систематизация и выработка задач для кематов. И вторая задача, прямая задача – это финансовая поддержка местных инициатив. Значит, что я могу сказать? В 2006 году была принята стратегия территориального развития Республики Казахстан, и в рамках данной стратегии было очень много сделано. В конце концов, мы пришли к мысли с учетом мирового опыта, что необходимо развивать перспективные населенные пункты, перспективные города, перспективные будущие агломерации. Это Алматы, Шымкент на юге, Астана и какой-то город на западе страны, ну, предположим, Актюбинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Формирование региональных центров экономического роста – одно из важных направлений территориального развития страны. Данная форма образования будет осуществляться для нескольких видов территорий. В первую очередь это агломерации. Иными словами, компактные группы городских и сельских поселений. В настоящее время крупнейшими агломерационными центрами в Казахстане являются Алматы и Астана. Быстро растущая агломерация формируется на юге страны вокруг города Шымкент, на западе – вокруг Актюбинск. Темпы и качество развития агломерации в Казахстане задают ее центры – Астана и Алматы. Идущие от этих центров импульсы и тенденции будут во многом определять качество развития других городов страны. Астана – молодая столица, меняющаяся на глазах, символ созидания, творчества и прогресса народа Казахстана. За период с 1997 по 2010 года в городе Астана введено в эксплуатацию более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилой площади. За годы независимости во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем производства вырос в 7 раз и составил 110 миллиардов тенге. По привлечению инвестиций Астана занимает одну из лидирующих позиций. Объем вырос в 8 раз – с 50 миллиардов тенге в 1999 году до 400 миллиардов тенге в 2010 году. Основной составляющей инвестиций в основной капитал являются инвестиции в жилищное строительство. Также в Астане функционирует специальная экономическая зона «Астана-Новый город». Алматы является крупнейшим финансовым, экономическим и культурным центром Средней Азии. Экономику города Алматы формирует промышленность и сфера услуг, обеспечивающие пятую часть валового регионального продукта. 70% всех банковских операций, 20% всех налоговых поступлений по стране, около 50% объема оптовых и розничных операций, одну треть товаров и услуг, производимых сферой предпринимательства. Доля Алматы в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем в 3 раза. Рост связан с интенсивным развитием сферы услуг, охватывающей телекоммуникационную, кредитно-финансовую и страховую отрасли. Для Астаны и Алматы необходимо поддерживать и стимулировать уже начавшиеся процессы становления постиндустриальной экономики с сильным инновационным сектором. Рекомендуется активизировать разгрузку города Алматы за счет разукрупнения и выноса части производственных мощностей за пределы города. Перспективным лидером на юге страны является Шимкент, расположенный в стратегически важной приграничной территории. Экономические связи здесь сложились и со странами Центральной Азии. Шимкент – это крупный транспортный узел на юге республики. Город имеет потенциал для диверсификации экономики. Текстильный кластер, пищевая промышленность, фармацевтика, нефтепереработка, сектор услуг. В целом Южно-Казахстанская область располагает значительным производственно-экономическим потенциалом, имеет промышленно-аграрную направленность экономики. За 20 лет независимости валовый внутренний продукт региона вырос в 160 раз, достигнув рекордной величины 1,135,000,000,000 тенге. В качестве потенциально крупного центра на Западе стороны можно выделить «Октубе». Это ведущий центр диверсифицированной промышленности, деловых и транспортно-логистических услуг с развитым сектором малого предпринимательства. За годы независимости в промышленности объем производства увеличился и достиг 960 миллиардов тенге. В области активно действует более 600 крупных и средних предприятий, в которых занято 50 тысяч человек. Ключевыми приоритетами поддержки развития компактного скопления населенных пунктов с центром «Октубе» является мультипликация нефтегазового сектора и целевое привлечение инвестиций для реализации проектов в обрабатывающей промышленности, формирование инновационной и предпринимательской инфраструктуры для поддержки новых проектов и малого бизнеса, транспортно-логистические услуги, формирование развитой пригородной зоны расселения и экономической активности. Помимо городов-лидеров Астаны и Алма-Аты, катализаторами роста на территории страны могут стать областные центры, поскольку они имеют все предпосылки для этого, но при условии решения проблем, связанных с неразвитым рынком жилья и развитием современной дорожной сети. Экономисты убеждены, что развитие агломераций неизбежно повлечет бурный рост потребления, который как локомотив потянет за собой рост всей экономики. Кроме агломераций, центры экономического роста также будут формироваться на основе областных центров республики, перспективных населенных пунктов и приграничных территорий. В рамках программы «Развитие регионов» в республике предусмотрена финансовая поддержка местного самоуправления. Комплекс мер по его развитию разрабатывается согласно поручению главы государства. Ключевым направлением региональной политики Казахстана является политика поляризованного развития, которая предполагает концентрацию производства и населения в так называемых центрах или точках экономического роста. Среди основных требований, предъявляемых к точкам экономического роста, следует отметить комплексность, эффективность, социальную ориентированность и инновационность. Прежде всего, точки экономического роста должны обеспечивать комплексное региональное развитие. Эффект комплексности складывается из эффектов агломерации между тростлевого сочетания и социально-экономического, связанного с концентрацией населения. Точки экономического роста также должны быть социально-ориентированными, то есть предполагающими повышение качества жизни населения. Повышение уровня и качества жизни населения является мощным стимулом к труду, источником платежеспособного спроса, гарантом населения, гарантом доверия населения к органам власти. Постоянное повышение качества жизни населения является одной из целевых установок региональной политики Казахстана в целом. Принцип инновационности при формировании точек экономического роста заключается в том, что именно на инновационной основе должны развиваться все сферы жизнедеятельности региона. Экономический успех страны напрямую зависит от конкурентоспособности каждого его региона. В это понятие входит и высокий уровень жизни населения, и растущая производительность труда, и эффективная организация бизнеса. Сегодня в Казахстане можно выделить условно три группы регионов. Регионы-лидеры – это нефтегазовые области Западного Казахстана, а также городов Астана и Алматы. Среднеразвитые районы – территории старого промышленного освоения севера, востока, запада и центра страны. И менее развитые – это аграрные территории юга и севера республики. На западе Казахстана необходимо развивать нефтегазовый сектор, химическую промышленность, производство оборудования и транспортные мощности. В центре, на севере, юге, востоке – горно-металлургический комплекс, атомную и химическую промышленность, аграрную индустрию. Сектора на базе внутреннего спроса надо развивать рядом с традиционной индустрией, а также в городах Алматы и Астана, обладающих мощным кадровым потенциалом. Рыночная экономика выявила как конкурентные преимущества отдельных районов страны, так и их недостатки. Сырьевые регионы Казахстана, к примеру, даже в период кризиса оказались наиболее прогрессивными, благодаря высокой цене на нефть. Гораздо сложнее пришлось среднеразвитым и аграрным регионам, в число которых входят моногорода республики. Так в малых городах по типу Аркалыка проявились болезненные социальные процессы. Это миграция, безработица, упадок инфраструктуры. Сектора на базе внутреннего спроса надо развивать рядом с традиционной индустрией, а также в городах Алматы и Астана, обладающих мощным кадровым потенциалом. Несырьевые сектора с высоким экспортным потенциалом и АПК целесообразно развивать в северных и южных регионах страны. Сектора экономики будущего должны развиваться в Алматы и в Астане. Особое значение будет уделяться дальнейшему развитию нашей столицы, города Астаны, конкурентоспособной экономикой, привлекательной для граждан страны и туристов. Новая региональная политика – важнейшая часть стратегического плана развития до 2020 года. От экономического выравнивания регионов к равному доступу регионов к базовым социальным услугам. Это один из главных посылов новой региональной политики. Центры экономического роста должны стать местом притяжения квалифицированных специалистов, центрами образования и инноваций. Наибольший эффект, отпроводимый в стране политикой модернизации и индустриально-инновационного развития, может быть получен именно в точках экономического роста. Формирование точек экономического роста в значительной мере определяется величиной и эффективностью использования ресурсной базы и собственного социально-экономического потенциала, включающего природно-ресурсные, демографические, научно-инновационные, инвестиционные и другие аспекты. Формирование точек экономического роста определяется также наличием свободных производственных площадей, развитостью инженерной и социальной инфраструктуры, а также условиями экологического характера. В целом необходимо отметить, что переход к стратегии точек роста, концентрирующих в себе экономическую активность в стране и выступающих в роли локомотивов для остальных территорий страны, способствует решению многих социально-экономических проблем в регионах, увеличению занятости, развитию инфраструктуры, стимулированию развития малого и среднего бизнеса и в итоге повышению качества жизни населения в регионах. Для повышения конкурентоспособности программой развития регионов предусмотрено содействие бюджетно-инвестиционным проектам. Финансирование будет осуществляться только на конкурсной основе. Среди приоритетов государственной поддержки – проекты по повышению транспортной доступности, развитию инфраструктуры, улучшению состояния окружающей среды и развитию приграничных территорий. Стоимость проекта не должна превышать 10 миллиардов тенге. Период реализации не более трех лет. Исключение только для проектов, связанных с государственно-частным партнерством. Индустриальная политика неразрывно связана с территориальной политикой. Усиление роли государства в экономической политике предполагает реализацию рациональной и эффективной политики территориального развития, которая должна учитывать большую территорию и низкую плотность населения и быть направлена на развитие городов с большим потенциалом роста и экономической активностью. Территориальная концентрация экономической деятельности может обеспечить мощный импульс для развития близлежащих территорий. В связи с этим Казахстан должен пересмотреть политику равномерного развития регионов к точечному подходу развития городов. Приверженность к данному подходу позволит сконцентрироваться на достижении определенных целей. Успешность данного подхода доказана опытом таких развитых стран, как Австралия и Канада, которые обладают схожими с Казахстаном демографическими и географическими признаками. Для реализации территориальной политики необходимо определить наиболее перспективные города для направления основных усилий на их развитие, считает Кайрат Килимбетов. Несомненно, в первую очередь это касается главного города нашей страны – Астаны. Алма-Аты и территории вокруг него уже представляют собой крупную агломерацию – деловой центр страны – бизнес-хаб. Также в рамках программы планируется финансовая поддержка местного самоуправления. Непосредственное участие в распределении лимита средств из республиканского бюджета примет население. Это первый шаг к тому, чтобы жители сами принимали решения по развитию своего населенного пункта. Однако данные средства будут направляться только населенным пунктам с высоким и средним потенциалом. Потенциал будет определяться согласно исследованиям. Основной целью программы развития регионов, как понятное из выступлений, является решение социально-экономических проблем регионов, как они будут решаться. Для того, чтобы решить эти проблемы, во-первых, нужно понять причину их возникновения и проработать механизмы для устранения. То есть это будет являться одной из задач. Ну и второе, любое, когда уже нащупаны слабые места, то есть установлены причины, установлена следственная такая связь для устранения этих причин, все это дело должно подкрепляться финансовым ресурсом. То есть программа фактически будет состоять из двух частей. Как я уже говорил, это сначала понять, выявить те недостатки, которые мешают развитию регионов, отработать совместно с местными исполнительными органами механизмами по решению устранения этих недостатков и правильно, эффективно направить финансовые средства для решения данных проблем, ну и, конечно же, эффективно их использовать на местах. Вот это, наверное, основные пути для позитивного решения этих задач. Целевые индикаторы. К 2015 году обеспечение роста ВВП в реальном выражении к предыдущему году из программы развития регионов. Реализация программы развития регионов направлена в ряду других программных документов на 7-процентный ежегодный рост экономики Казахстана. Экономическая активность и повышенная инвестиционная привлекательность регионов, эффективное расселение населения в экономически перспективных населенных пунктах и их экологическая безопасность – вот ожидаемые результаты уже в ближайшие пять лет. К 2015 году планируется, что соотношение объема бюджетных средств, выделяемых в рамках программы, к объему частных инвестиций составит не менее половины. Улучшатся показатели инфраструктурного развития регионов. К 2020 году на 38% снизится количество несамодостаточных населенных пунктов. Сформируются агломерации с развитой инфраструктурой, устойчивой миграцией и эффективной занятостью населения. Но главное – в результате осуществления программы различия между регионами страны по уровню жизни к 2020 году сократятся в несколько раз. С учетом поручения главы государства о 7% росте экономики ежегодно до 2015 года включительно – это первое. Во-вторых, возможно, не более важное – улучшить свою трудовую деятельность, то есть будут обеспечены работы более 5 миллионов человек в результате трудовой миграции маятниковой, так называемой миграции, между городами и населенными, близлежащими населенными пунктами. Ну, это как во всем мире практикуется. Еще раз могу сказать, что более, около 40% населенных пунктов будут, перейдут из категории несамодостаточных в благоприятные населенные пункты. Это в 2020 году по сравнению с 2009 годом. Программа развития регионов идет в тесные взаимосвязи с отраслевыми программами. Занятость 2020, производительность 2020, программа развития образования и здравоохранения, программа АКБУЛАК, решающая важные вопросы водоснабжения, программа по форсированному индустриально-инновационному развитию – все они вместе работают в одном направлении – улучшение жизни казахстанцев во всех регионах страны. Ежегодно для повышения конкурентоспособности регионов администрация президента составляет рейтинговую оценку их развития. В расчет берутся социально-экономические и индустриально-инновационные показатели. По итогам 2010 года первое место из 14 регионов по динамике развития заняла Мангистауская область. Там действует самая большая свободная экономическая зона в республике. Это позволяет реализовывать 8 инвестиционных проектов на сумму 3 миллиарда 200 миллионов долларов. В настоящее время планируется открытие еще одной специальной экономической зоны на Каспии, что помимо экономической выгоды даст и социальный эффект. Появится около 15 тысяч новых рабочих мест. Развитие инфраструктуры самое главное решение этих проблем. Поэтому особенно строительство новой генерирующей мощности и подача воды на наш регион даст импульс к дальнейшему развитию. Бизнес будет хорошо развиваться там, где есть хорошая логистика. А мы хорошо расположены, имеем ресурсы. Я надеюсь, что для инвестиций это очень привлекательный регион. Развитие регионов имеет принципиальное значение для любой страны. Но особую значимость она приобретает в странах, для которых характерны большие территории. Именно таковым является Казахстан. Планомерное региональное развитие – это одно из главных условий нашего социального и экономического процветания. Ведь успехи страны во многом – это результат общего труда и достижений всех ее регионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова